Операция псевдоликвидация. Зачем спецслужбы убили и воскресили российского журналиста Бабченко? И правда ли СБУ уже научилась упреждать политические убийства? Смерть их ничему не учит. Почему после десятка погибших от батулизма государство до сих пор не закупило сыворотку от опасной болезни? И как украинцам спасать свое здоровье, когда спасаться нечем? Охота на горе родителей. Какие репрессии уже задействованы против злостных неплательщиков алиментов? И какой удар им еще готовит власть? Игра на нервах. Что происходит с подготовкой встречи Трампа и Кима? И встретятся ли лидеры США и Северной Кореи? Здравствуйте. Я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начнем мы с трех дней, которые буквально потрясли Украину. Во вторник шокирующая новость. Аркадий Бабченко убит. В среду новость не менее шокирующая. Он жив. Ну а в четверг уже просто шквал реакций на спецоперацию СБУ. Причем по всему миру. Надо сказать, что уже очень давно к новостям из Украины не было такого интереса. И уже очень давно в нашей стране не было таких всплесков эмоций. В итоге вопросов море. Какие доказательства есть у правоохранителей, чтобы подтвердить все озвученные обвинения? Кто именно стоит за Борисом Германом, которого обвиняют в организации покушения на Бабченко? Кому еще грозит опасность? И можно ли было обойтись без такой большой драмы, которую разыграли спецслужбы? Попытаемся хотя бы на часть вопросов ответить сегодня. Ну а начнем с сюжета Инны Томиной. От печали до радости. На этой неделе безусловным лидером в информационном телепрокате стал детектив с участием Аркадия Бабченко. Сеансы с блушной магией с последствующим разоблачением. Аркадий, в студию. В главной роли российский диссидент, журналист Аркадий Бабченко. Режиссер, украинские спецслужбы. Все началось во вторник вечером. Трейлер появился в фейсбуке. Это рассчитанное, продуманное, спланированное и целенаправленное политическое убийство. Коллега Бабченко Айдар Муждабаев первым на своей странице сообщил страшную новость. Бабченко убит в спину в собственной квартире. Затем это подтвердила полиция. У него несколько раз стреляли. Забрали шутка допомога, но он не довезли до лекарства. И там венкомарь. Ножа. Приехал гример. Мы тренировались. Он мне показывал, как падает человек. Футболка моя до этого. Ее отвезли, надели на манекенку, стрелили. Крой была настоящая. Крой сильная. В это время к дому журналистам чались друзья и коллеги, чтобы узнать хоть какие-то детали. Убили уже внутри квартиры. То есть, посмотрите, вот он был в квартире и открыл дверь? Нет, он возвращался. То есть возвращался, он вошел. Он вошел в квартиру. Приехали в морг, перегрузили меня на каталку, завезли морг. И когда морги и ворота за мной закрылись, то здесь я уже воскрес. А в это время информационные каналы срочно меняли верстки. В соцсетях люди оплакивали погибшего. Запланировали вечер памяти на Майдане. А к посольству России принесли его портреты. На канале, где работал Бабченко, был траур. Мы приняли решение все-таки и фотографию поставить такую, какой он есть в жизни. Потому что он в жизни и на телевидении всегда был яркий, позитивный. Сидел в простыне и смотрел новости о том, каким офигенным парнем, оказывается, я был. О дерзком убийстве Аркадия Бабченко написали сотни мировых СМИ. Десятки должностных лиц сделали заявление. Об этом даже на совбезе ООН говорили. Но в 17.00 по киевскому времени служба безопасности Украины на глазах визумленной публике Бабченко воскресила. Я очень рад, что у вас такие эмоции. Эта инсценировка была необходимой мерой. Аркадий Бабченко – известный журналист, один из российских эмигрантов-диссидентов. В 2014-м активно освещал Майдан, а после преследований на родине уехал из страны. Сначала в Чехию, а в прошлом году осел в Украине. СБУ стало известно, что Бабченко заказали российские спецслужбы. К следователям пришел киллер. Чтобы задержать организаторов, нужно было пойти на исценировку. Тайная операция длилась два месяца. Пока организатора не задержали, все было в строжайшем секрете. В курсе была только семья Аркадия. В результате организатор несостоявшегося убийства задержан. Бабченко спасен, а вместе с ним и еще 30 потенциальных жертв. Насамперед, все стосуются, звичайно ж, журналистов, громадских ведущих, публицистов, которые, как я уже сказал, публично критикуют российскую владу. Эта спецоперация стала самым обсуждаемым происшествием в мировых СМИ и соцсетях. Причем спектр эмоций был самый широкий. Вторничные некрологи уже в среду сменили анекдоты. Все упражнялись в остроумии. Аркадия Бабченко хоронили, два фейсбука порвали. Журналист стал интернет-мемом. А вот что касается всей спецоперации, то мнения разделились полярно. Кто-то называл операцию украинских спецслужб блестящей, кто-то жаловался на неприятный осадочек от псевдоликвидации. Всем тем, кто говорит про мораль, про то, что так нельзя было сделать, про этику. Друзья мои, давайте, когда к вам придут, скажут, что вот на вас заказ, когда вы будете знать, что деньги за ваше убийство уже проплачены, пожалуйста, отказывайтесь, говорите, я не буду в этом участвовать, моя этика выше всего этого. Пожалуйста, подшла к вам руки. Вообще, подобные инсценировки вполне распространимая практика в правоохранителей, чтобы поймать заказчика. К примеру, в феврале этого года в Харькове СБУ разыграло целый триллер. Чиновника горсовета на сутки объявили мертвым, чтобы выйти на организатора его несостоявшегося убийства. К слову, им оказалась женщина. Что касается истории с Аркадием Бабченко, проблема не столько в оперативном методе, сколько в широком резонансе. Так получилось, что информация об убийстве российского журналиста прогремела на весь мир. Даже термин «синдром Бабченко» появился. Мол, теперь одураченные медиа будут с недоверием относиться к новостям от правоохранителей. С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив. Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять корректную информацию общественности. Орлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Но украинских правоохранителей такая реакция удивляет. Ведь цель, спасенная жизнь, оправдывает средства. И теперь для наших спецслужб главное предоставить мировой общественности железное доказательство целесообразности столь громкой псевдоликвидации. Храни. Но цветы ты можешь потом забрать, не чуть подвяли. Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. Очень показательным было молчание главы государства во вторник, когда все думали, что Бабченко убит. Президент Украины стал одним из немногих официальных лиц, которые были проинформированы о спецоперации. Петр Порошенко встретился с Аркадием Бабченко, Василием Грицаком и Юрием Луценко сразу после того, как стало известно об инсценировке. Операция прошла успешно, и мы не дали им реализовать этот сценарий. Вы знаете, что я дав доручение главе Службы безопасности Украины организовать целую добовую охорону, и вашу, и родину, потому что Господа не успокоится. И у меня с этого привода не имеет никакие иллюзии. Но мы, наконец, научились защищать. Защищать страну, защищать ее гражданам, и делать это надзвичайно профессиональными усилиями новой Службы безопасности, которая способна складывать испытания любых сложностей. Я хочу висловить щиро подяку нашим наземным партнерам, которые воспринимают любые проблемы в Украине как свои, и открывают сердце и душу для того, чтобы нам допомогти. Ну, а пока все радовались оживлению Бабченко, оперативники задерживали организатора покушения на него. Итак, кто за всем этим стоит, и что его побудило к этому? Подробности в материале Ольги Теребинской. Подозреваемого в организации убийства Аркадия Бабченко задержали еще до того, как вся страна узнала, что журналист жив. Это было частью спецоперации. Для выполнения заказа, по данным силовиков, российские спецслужбы завербовали в Украине некого гражданина Г. Его заданием было нанять киллера. На выполнение задачи российских спецслужб, гражданин Г. запропонувал своему знакомому с числа прошлых атошников за гражданину в 30 тысяч долларов США сделать террористический акт вбивства российского журналиста Аркадия Бабченко. Уже вчера и о гражданине Г. и об атошнике киллере стало известно больше. Алексей Цымбалюк сам себя разоблачил в Фейсбуке. Мол, это ему заказали Бабченко. Он согласился и пошел к следователям СБУ. А вот задержанным организатором оказался Борис Герман. Юрист, предприниматель, исполнительный директор украинско-немецкой фирмы Schmeisser. Единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. Первым новые подробности о Германе сообщил его адвокат. Евгений Солодко утверждает, его подзащитный волонтер и сотрудничает с Минобороны. А квартиру и предприятие Германа обыскивали еще до истории с Бабченко. Когда адвокат пришел к пана Германа, он был уверен, и адвокат, и сам Герман, что идет просто про действия СБУ по незаконной торговле зброи, в которой он обвиняется, и это уже где-то так піврока. Но дело было в другом. Бориса Германа подозревают по трем статьям. Подготовка преступления, его организация и подготовка к теракту. Ведь по версии обвинения, таких убийств должно было быть несколько десятков. А значит, мера пресечения должна быть суровой. Герман на суде изложил свою версию происходящего. Мол, это он спас Бабченко, так как сотрудничал с украинской контрразведкой. Так получилось, что ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. И в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в пользе товарища Путина именно организацией беспорядков. Этот факт был доложен руководству внутренней разведки, контрразведки. И даже имя заказчика из России назвал. Но никаких доказательств не предоставил. Защита уверена, все дело в плохой организации внутри СБУ. Судя по всему, та операция, в которой он участвовал, не была известна другим сотрудникам СБУ. Но вы же видите, что этот человек меньше всего похож на организатора террористического акта. Но посмотрите, где он, где террористический акт. Это все равно, что меня, представьте, извините, в балетной пачке. Но в прокуратуре сотрудничество подозреваемого с контрразведкой отрицают. В итоге Бориса Германа арестовали на два месяца. Без права внесения залога. Бурную международную реакцию должна была сгладить встреча Василия Грицака и Юрия Луценко с дипломатами из стран Большой Семерки. Она состоялась сегодня днем в офисе Генеральной прокуратуры и длилась несколько часов. Дипломаты заранее договорились не комментировать этот разговор в ГПУ. А вот пресс-служба Генпрокуратуры опубликовала сообщение о встрече. Оказывается, кроме послов стран Семерки были еще и другие дипломаты из всех стран ЕС, Норвегии и Австралии. Из текста сообщения можно понять, что главной задачей украинских правоохранителей было объяснить, зачем понадобилась вот такая инсценировка. Впрочем, я уверен, что наш разговор сейчас в студии будет не менее содержательным, чем беседа силовиков и дипломатов в здании на Резницкой. Почему? Потому что наш гость Анна Малер. Юрист-криминолог, который всегда отлично разбирается в деталях событий и делает очень интересные выводы. Стоит ее послушать. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что согласились прийти к нам на эфир. Анна, ну, как вы оцениваете всю эту ситуацию? Вот нужно было устраивать вот такую громкую историю. С одной стороны, казалось бы, да, это распространенная практика при расследовании заказных убийств, но с другой стороны, резонанс получился слишком уж громким. И вот у меня такой вопрос. Оно того всего стоило? А насамперед, когда принимаются правоохранцами решения про то, чтобы инсценовать замовное убийство, нужно дать ответ на два вопроса. Чи можно в другой способ вырятовать человеку, которому загрожает безопасность? И чи можно в другой способ притягать до ответственности людей, которые уже готовятся к этому злочину? Украинское законодательство прямо установит возможность притягать до ответственности особу, которая только готовит злочин и которая выполняет замов. То есть, даже если бы не было закинченного замов, как это сейчас нам показывают, а просто была стадия готувания, когда договорились, расписали, кто что будет делать, кто кому какие деньги придет. Это уже достаточно для того, чтобы люди поставили перед судом и несли криминальную ответственность. А вот что касается рятования жизни, ну, очевидно, спецслужбы приняли решение, что можно врятовать жизнь журналисту лишь в таком способе, инсценуючи. Но мы должны понимать, что мы живем в информационном мире. Это геть другие реалии, не те, что были 20 лет назад. И использовать эти технологии инсценирования сейчас не можно. Потому что сейчас есть другая склада, это информационная. И отсутствие информационной гигиены, это то, что сейчас показала наша влада, когда она просто давала фейковые новини, которые мы верили, мы верим их заявам, они, по сути, могут перекрестить всю хорошо сделанную работу. Но, с другой стороны, благодаря этому удалось получить список и других потенциальных жертв, так называемых, мишеней. Возможно, тогда она того стоила, тогда игра свечи? А, возможно, потому что, безумовно, мы с вами анализуем информацию с открытых джерел. Из-за того, что заявляет сама служба безопасности, сама полиция, сама прокуратура. Но у меня теперь возникает величезное вопрос, а чем могу я доверять этим заявам? Потому что, первое, у нас были официальные заявки про то, что таки загинул, таки найдено три гильза, и есть вот такие две версии. А теперь, смотрите, что в другое делается. Вдруге, когда мы говорим уже про подозрювание виконавца Цимбалюка, и он сам себе выкрав и написал, что это я первым до всех пресс-конференций, снова служба безопасности говорит, нет, это не он. А потом сама служба безопасности официально говорит, нет, это мы вас дезинформировали, это все-таки он. Вот когда это уже вдруг происходит, я не знаю, как мне анализовать эту информацию. Давайте по поводу анализа, это все-таки ваша очень сильная черта, да? СБУ силовики обещают после снятия грифа секретно новые документы, видеоматериалы, вы, как профессионал, на что будете обращать внимание, в первую очередь, мне интересно, и на что стоит нам обращать внимание, в первую очередь, чтобы сформировать окончательное отношение по этому вопросу? Я могу сказать, что без доступа до материалов справы мы не сможем объективно все-таки говорить про это. Но запад очень высокий сегодня на эти доказы. Доказы, по-перше, того, что до цього безусловно причетна российская сторона, будем говорить, отверто Кремль. Вот эти доказы, я думаю, их ждут больше. И очень важно, чтобы именно это мы довели, потому что обещанки были такие, что наступный крок – это ГААГа. И мы все ждем, что эти доказы пойдут аж туда. Эти доказы должны быть. А ключевой доказ, особенно для меня, понимаете, а если бы не втрутилися в этот процесс спецслужбы, или выполнитель все-таки выполнял бы сам без них этот злочин, или организатор организовал бы до конца этот злочин. Почему это важно? Потому что таких справ не много по замовленным убийствам, но из тех, что есть, и те, что мне доводилось в них разбираться, и даже на телебачение выносилось двое таких справа, там был очень интересный момент, когда приходит информация от информаторов до правоохранителей, что готуются, что какая-то людина висловлюет намерку гостям замовить, а далее, вы знаете, агенты людине допомагают найти виконавца. И в тех случаях, почему люди и обратились на телебачение, потому что если бы не появились эти агенты и те спецоперации, то самая бы людина, возможно, вагающаясь, не приняла бы такое решение. Поэтому очень важно, чтобы в этой ситуации были остаточно наданы те доказы, что и без спецоперации все равно было бы это убийство. Очень интересный момент. Спасибо, что вы отметили на нем внимание. Давайте сделаем небольшую паузу. Она в разговоре. Посмотрим сейчас сюжет. На сегодняшний день у нас есть и список успехов правоохранителей, но и, к сожалению, перечень пока еще не раскрытых преступлений. Давайте напомним некоторые из них нашим зрителям. Павел Шеремет, Амина Акуева и Тимур Махаури – жертвы резонансных и до сих пор нераскрытых убийств. Дела с тысячами опрошенных свидетелей, сотнями часов видео с камер наблюдения, десятками пресс-конференций и ни одного подозреваемого. Возвращаемся в нашу студию. 20 июля 2016 года в самом центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Заложенная в автомобиль взрывчатка срабатывает, когда он подъезжает к оживленному перекрестку. Вокруг десятки машин, прохожих и камер наблюдения. Кажется, заказчики хотели, чтобы убийство увидело как можно больше людей. Дерзкое преступление вызывает гнев коллег Павла. О необходимости как можно скорее найти и наказать исполнителей и заказчиков, говорит весь мир под личный контроль. Дело берет президент. К расследованию подключают даже ФБР. Вскоре полиция публикует кадры с предполагаемыми исполнителями, которые заложили бомбу. И на этом все. За два года ни подозреваемых, ни задержанных. Вопросы о деле Шеремета задают все реже, а ответы становятся все более лаконичные. На жаль, особи, которые совершили убийство гражданина Шеремета, не установлены. Особи не установлены. Я очень коротко ответил. За все? Крапко. Следствие активно приближается до тех моментов, когда мы сможем что-то констатировать позитивно. 8 сентября прошлого года в центре столицы убит боец АТО Тимур Махаури, как и в деле Павла Шеремета, бомбу заложили в машину. Взрыв произошел, когда Тимур стоял в заторе в окружении десятков автомобилей и людей. В результате взрыва Махаури погиб на месте. Находившаяся в машине его спутница, украинская модель Наталья Целовальникова и ее дочь чудом остались живых. Друзья и сослуживцы Тимура говорят о возможной мести за его проукраинскую позицию и причастности к убийству чеченских спецслужб. Но ни задержанных, ни подозреваемых до сих пор нет. Еще одно дело без ответа в убийство добровольца АТО Амины Акуевой. 30 октября прошлого года джипс Амины и ее мужем Адамом Осмаевым расстреляли возле села Глеваха под Киевом. Амина погибла на месте. Адам был ранен и выжил. Дело сразу обросло множеством загадок, несмотря на работу десятков криминалистов. На следующий день журналисты нашли на месте убийство гильзы. Позже был обнаружен автомат, из которого якобы стреляли. Но ни отпечатков пальцев, ни ДНК на нем не нашли. И главное, почему Амина и Адам, как утверждают в полиции, отказались от охраны. Ведь на них покушались еще летом. Друзья Амина и Адама, как и в случае с Махаури, говорят о чеченском следе. Якобы это была месть Рамзана Кадырова. Ведь до участия в АТО Адам боролся за независимость Чечни. Следствие идет, ответы будут, повторяют правоохранители. Среди множества версий этих громких убийств общая российский след. Однако установить имена заказчиков и исполнителей предстоит именно украинским правоохранительным органам. А раскрыть эти убийства уже давно стало делом чести для украинских властей. Алексей Пшимыский, подробности недели, телеканал Интер. Продолжаем разговор с Анной Малер, юрист-криминолог и один из лучших аналитиков в украинском телеэфире сегодня наш гость. Анна, вот смотрите, вот мы видим, у нас уже был, к сожалению, целый ряд громких убийств. Но мы можем наблюдать и разные схемы преступления, разные почерки, если можно так сказать. Вот убийство Бабченко, например, как мне кажется, планировалось по одной схеме с убийством Вороненкова. Мы имеем пример, когда подрывают в автомобиле, как это было с убийством Павла Шеремета. Убийство из засады – это уже другая схема убийства, как было в случае Сакуевой. Почему такие разные схемы, если, в общем-то, как утверждается, выгодополучатель один, наш сосед недружелюбный, да? Нет ли вы там вот какого-то вопроса? Почему схемы эти такие разные? Мы просто не там шукаем почерк Кремля. Мы его шукаем на стадии виконавца. Сколько куль, якою оружие, в каком месте. Но я могу вам навести приклади убийств, которые тоже прописывают Кремлю. И тех убийств, где там действительно были враги Кремля, а не как-то хорошо врятованный Аркадий Бабченко. То там очень разнообразились способи, но почерк Кремля прослеживался в другом, и я скажу, в чем. Если мы напоминаем, ну давайте, Немцов, шесть пострелов, пистолет Макарова, один из пострелов потрапил в голову. Значит, журналист Хлебников, который Форбс очолювал и накопал очень много против Кремля информации. Там, взагалі, автоматная черга была, девять пострелов. Если юрист Маркелов, который очень много делал чеченцев против Кремля, один пострел в голову. Если политик опозиционный, правда опозиционный в России был Юшенков, один пострел в груди. То есть наверняка. То есть абсолютно разные вещи, разные започерки, разные оружия используются. Ну и наиболее схожий на этот замах, который у нас сейчас было инсциновано, это убийство Анны Политковской. Там был пистолет Макарова, четыре пострели и один был в голову. Но не всегда в голову, не всегда пистолет Макарова, не всегда это подъезд или место, где человек работает. Тобто почерк не в цьому. Почерк Кремля – это выбор жертвы. Это однозначно человек, который становится грозой для Кремля. И выбор выполнения. Не организатора, не пособника, а выполнения. Почему? Потому что после гучного убийства головными героями ЗМИ они становятся как убитой человек, так и выполнятся. Або живы, або мертвы. Так вот вы знаете, что по тем шести жертвам, которые я вам сейчас перераховала, которые справедливо становились грозой Кремлю, по пять из них звинувачені и засуджені представники Кавказской национальности. Оце є почерк Кремля, коли обирають і жертву специфичну, і виконавця. Якщо це стосується почерку Кремля на території України, то це можуть бути представники, например, националістичних організацій, атошники. Це теж може бути почерком Кремля. Понятно. Спасибо вам за эти ответы. Мы говорили с Анной Малер, одним из лучших экспертов-кримінологів України. Спасибо, Анна. Вы смотрите подробности недели. И вот о чём мы будем говорить далее в нашей программе. Смерть их ничему не учит. Почему после десятка погибших от ботулизма государство до сих пор не закупило сыворотку от опасной болезни? И как украинцам спасать своё здоровье, когда спасаться нечем? Охота на горе родителей. Какие репрессии уже задействованы против злостных неплательщиков алиментов? И какой удар им ещё готовит власть? Горячий старт кавказского лета. В Грузии снова протестуют. Чего добиваются на этот раз? Десятки миллионов долларов за то, что начальник. Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат премию за то, что юристы добились в стокгольмском арбитраже выплат от «Газпрома». Это уже не первый крупный бонус для Андрея Коболева и его соратников. Хотя и, пожалуй, самый скандальный за всё время их работы. Как богатеет руководство государственного монополиста? Напомним в нашей справке. Премий много не бывает, доказано «Нафтогазом». За победу над «Газпромом» в стокгольмском арбитраже НАК получил 1% от выигранной суммы. А это ни много ни мало – около 45 миллионов долларов. Это 1% от выигрыша. Сперва эта информация и появилась в СМИ. Затем новость подтвердили и в самом «Монополисте». Мол, денежное вознаграждение получит 41 топовый сотрудник компании за значительный вклад в победу. Половину от премиальной суммы обещали выплатить уже сегодня, остальное – в течение трёх лет. Хотя спор в конце февраля выиграла для «Нафтогаза» норвежская юридическая компания. И это обошлось НАКу в 25 миллионов евро. Правда, к подобным роскошным премиям руководству НАК не привыкать. Прошлой осенью высшее руководство «Нафтогаза» уже получило многомиллионный бонус. Тогда руководителю компании Андрею Коболеву выписали вознаграждение в размере годовой зарплаты, а это 19 миллионов гривен. Всего газовый «Монополист» за 2017 год выплатил своему высшему руководству более 200 миллионов гривен. Из них заработная плата и премии – аж 180 миллионов. И это на фоне постоянного повышения тарифов для населения и колоссальных долгов за коммуналку. При этом в «Нафтогазе» при многомиллионных доходах руководства и многомиллиардных доходах самой компании не забывают об идее повышения цен на газ для населения. Хотя и сейчас компания не бедствует, но все равно хочет продавать газ еще дороже – процентов на 60. Тем не менее, даже вот с такими планами не соглашаются в МВФ. Недавно кредиторы отвергли соответствующие предложения «Нафтогаза» и настаивают на куда более значительном росте цен, а значит и тарифов. Это одно из ключевых условий для получения новых траншей от фонда. На этой неделе Кабмин опять отложил повышение газовых цен. Так что до 1 августа плохих новостей о ценах и тарифах не должно, в принципе, быть. А вот как долго еще правительству удастся сохранять нынешнюю цену на газ, и как много еще топ-менеджеры «Нафтогаза» смогут заработать на своих должностях, обсудим с нашим гостем, экспертом по энергетике Юрием Корольчиком. Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что присоединились. Ну, первый вопрос, естественно, о многомиллионной премии. Вот что это было и как вы оцениваете практику вот таких вот выплат? Это абсурдное решение, иначе не скажешь. Его не должно быть. Его нужно сразу скасовать. Было бы очень странно, что оно получило поддержку с точки зрения Ради «Нафтогаза». Это почти 46 миллионов долларов. Это почти 1 миллиард 300 миллионов гривен. Надо понимать, что эти деньги уже половина выплатена. И, уважно, при этом «Нафтогаз» еще не получил никакого доллара от «Газпрому». А, собственно, с этой суммы… Поделили уже шкуру полуубитого медведя, скажем так. То есть, сначала можно было бы получать деньги, но нет вопросов. Но выдавать эту премию за то, чего еще нет, тем более спорное вопрос, что суд тревает между «Нафтогазом» и «Эспромом». Если решение будет переглянуть, что же тогда нам скажут, будут вертать премию в своей кишени? Такое вопрос. Надо понимать, что в мире практике такие премии я такого не встречаю и не знаю. Потому что, на самом деле, те люди, которые работают в больших инвестиционных, энергетических компаниях, там люди мают 20-30 лет стажа. То есть, это уже дорослые люди, опытные. И у них максимальный бонус может доходить на год, например, где-то до 500 тысяч долларов, максимум миллион. Но мы говорим о западных компаниях. Про западных, безусловно. О гигантах. Хорошо, а наша вот эта вот компания из «Нафтогаза», она, как вы считаете, отрабатывает каждый доллар свою премию? Они вообще… Не имеют на это право? Они, по-перше, не могли взяли нараховывать себе такие премии, потому что не они сделали эту работу. Вы, верно, зауважили. Работу выполнила другая компания. Вейбор Хрей, норвежская компания, которую наняли. Они получили почти 10 миллионов евро за эту работу. Мы заплатили как споживающие за это, потому что мы все платим за газ. Эти гроши идут на «Нафтогаза Украины». А теперь мы выходим вдруг заплатим уже 46 миллионов долларов. То есть, фактически, в четыре раза больше. Еще додатково. Ну, я повторюсь еще раз. Такого решения не мало будет. Это просто абсурдно. Юрий, вопрос на сегодняшний день. Что все-таки будет с ценами на газ? Чего нам ждать? Пока видим, правительство отложило решение этого вопроса до 1 августа. Но что будет дальше? Реально ли повышение газа, цены на газ и, соответственно, и тарифов? Ну, надо понимать с самого начала, что цена на газ, которая сегодня есть, 7 тысяч гривен, она и так и завищена. Максимальная цена при ревне собевартости выдающего газа в Украине, компания «Укроизводительная», это 3,5 тысячи гривен. То есть, мы уже вдвече больше платим. А если нам предлагают сегодня повышать до рынкового уровня, это та цена, которую мы купим газ в Европе, которая прописана в постановке 187, которую продолжили как раз до 1 серпня, это будет 11 тысяч гривен минимум в жовтне месяце, начало купального сезона. А рост цены нафти происходит. Все глядачи это видят, все следуют за этим, люди таки посвящені в этом вопросе. И, соответственно, уже на сечень, грудень, березень 2019 года эта цена может быть даже 13 тысяч гривен. То есть, это 500 долларов. Люди, правда, не смогут такие же суммы оплачивать. Это, ну, так же абсурдно выглядит. Больше того, чему уряд иду на такие решения? Безусловно, это политические решения. Потому что никто не хочет втрачать свои рейтинги, нехай маленькие, но они присутные. Потому что это, фактически, население, я думаю, отреагирует однозначно негативно на такое подвищение. И надо понимать, что, ну, в принципе, МВФ, на жаль, ну, как мы видим сегодня, в отношении МВФ и Украины, они, ну, зипсованы, власне тем, что Украина не выполняет. Юрий, вот вы правильно сказали, люди не смогут платить. Люди сейчас уже в большинстве своем не могут платить. Но сейчас идет вот такой вот какой-то, знаете, малозаметный процесс сокращения выплаты субсидий. Вообще возникает такое ощущение, что есть какая-то сверхзадача сократить бюджетные выплаты на субсидии. Как вы думаете, стоит ли бояться сейчас уже тем людям, так ли это, стоит ли бояться вот тем людям, которые не могут сами себе, ну, проплачивать все коммунальные тарифы, на помощь государству или уже, в общем-то, нужно затягивать пояса? Безумовно, людям треба бояться. На жаль, уже процесс запущенный. С 1 травня переглянули умови видения субсидий. На жаль, это была одна из переговорных пунктов МВФ и Украины, уряда последним часом. И МВФ фактически тисне на уряд те, чтобы скоротить количество отримывающих субсидий с 6,5 млн домосподарств до 3 млн. Мы этот процесс уже видим. И там есть разные умовы. Фактически, например, те люди, которые работают за кордоном, выехали, но они находятся в родинных отношениях, их все равно надо будет внести у звитность, показать их доходы, або просто задекларировать, что они присутствуют, и вам сразу скасают субсидию. Поэтому, скорее всего, уряд пытается таким образом найти компромисс с МВФ и дейсно скоротить количество отримывающих субсидий, чтобы просто дейсно, ну, с одной стороны, ніби и добре, уменьшить навантажение на бюджет, потому что 70 млрд грн заплановано. При подвищении цены на газ, если бы она была, это было бы уже не 70, а 120 млрд грн. Это шаленые цифры. С другой стороны, повертаясь просто до вопроса бонусов нафтогаза, этого вопроса роста цены на газ, надо понимать, что, с одной стороны, мы бачим эффективный менеджмент, который достиг таких успехов, а с другой стороны, мы бачим, что нафтогаз фактически уничтожает свой рынок поставления газа в среднем Украины, потому что увеличивает катастрофическая оборудованность перед оборудованием и теплокоммунэнерго, там почти 65 млрд грн. Заборудованность штучная, нафтогаз должен продавать им газ по 7000 грн., а фактически, эти компании, не подписывая официальные договоры, акты о выполнении работы, они их заставляют купить газ по 10,5 тысяч грн. И эту разницу вешают им отборг и доводят их фактически до конкурсов. Спасибо. Ну, в общем-то, неутешительны у нас итоги нашего разговора. Я думаю, наши зрители обратили сейчас внимание только на две цифры. Чуть ли не вдвое увеличение цены на газ до конца года, возможное, да, и сокращение выплат субсидий в два раза меньше. Ну, посмотрим, оправдается ли этот апокалиптический сценарий. Будем надеяться все-таки, что нет. Спасибо вам за этот разговор. Юрий Ковальчук, эксперт по энергетике, был моим гостем. Мы продолжим. Трансплантации в Украине быть, так решили депутаты, когда проголосовали за соответствующий законопроект. Новая система должна заработать уже через полгода. А вот решит ли она проблемы тысяч пациентов, которые нуждаются в пересадке органов? И что нужно сделать, чтобы украинцы, попавшие в беду, не были вынуждены продавать последние, залезать долги, чтобы спасти своих близких? Ответы в нашем следующем материале. Как трансплантологи работают за границей и как у нас? Посмотрите далее. Жизнь из больницы в больницу. У меня сейчас нервов вообще нет. Все началось с обычной простуды, когда Оксане было 13. А дальше страшный диагноз. Хроническая почечная недостаточность. Сейчас девушка на гемодиализе. Три раза в неделю, три, три, шесть, двенадцать. Двенадцать процедур в месяц. Тут колется забир, тут колется возврат. И через эти трубки моя кровь проходит по аппарату. Таких, как Оксана, нуждающихся в трансплантации по приблизительным подсчетам 5 тысяч украинцев. Но не все они попадают на операционный стол. Иногда проходит очень много времени, когда человек, который уже подал документы до министерства, просто ждет ответа. Украинские медики и хотят, и могут делать сложные операции. Но у них связаны руки, ведь трансплантация возможна только от донора близкого родственника. Пересадка печени довольно длительная и трудная операция. Задействованы более десятка врачей и борются они сразу за две жизни. Таких вмешательств здесь, в институте Шалимова, проводят почти два десятка в год. Это высший пилотаж в медицине. Операция может длиться сутки. Новая печень для юной девушки. Донор – мама. Цель такая – разделить печень филиграна на две одинаковые части. И рецепентская часть тоже должна быть такая же полноценная, чтобы было с протоками, с артерией. Количество трансплантаций у нас, конечно, не превышает, к примеру, 150. Это связано с тем, что, к сожалению, у нас есть определенные финансовые проблемы в нашем обществе. Но что делать, если донор – родственник не подходит, или орган не прижился, или нужно новое сердце? Я уже не надеялся на себя. Этот пациент родился в рубашке. Ракиф Ахмедов дождался своего донора в соседней Беларуси. Теперь у мужчины новое сердце. Сейчас отлично чувствую, честно говорю. Новое сердце там – это 100 тысяч долларов. Для своих граждан белорусы делают пересадку бесплатно. За наших платят сами пациенты или государство. По рукоделию для хирурга пришить два предсердия, аорту и легочную артерию – это 70 минут работы. Если бы хотя бы каждый десятый давал бы согласие на забор органов, то мы бы спасали тысячи людей в год. Согласие – это отметки в паспорте или правах, о готовности быть донором после смерти или разрешения родственников. А еще новые должности, трансплант координатора в больницах и целая система нововведений. Ситуацию может изменить закон о трансплантации органов. По сути, революция в медицине. Это создание единого информационного системы. Это создание регистров потенциальных доноров и реципиентов. Это обеспечивание лекарей необходимым обладнанием. Потому что у нас в большинстве лекарей даже нет элементарного аппарата для установления смерти мозга. Газоанализатора. А без этого дальше не можно двигаться в трансплантологию. Принцип, который в Украине только хотят внедрить, здесь, в Соединенных Штатах, давно уже действует. Нужно согласие. Неважно, гражданин ты Соединенных Штатов или нет, если обращаешься за тем, чтобы перепродлить или получить новые права, то обязательно увидишь в анкете вот такую графу. Никаких лишних слов или особых формальностей. Просто ставишь любую отметку, если согласен стать донором. Каждый второй, заполняя анкету, говорит «да». Почти все американцы считают, что это нормально и необходимо. Тут этому еще в младших классах учат, мол, один донор может спасти 8 человек. Продавать органы в США запрещено, но попытки были. К примеру, американец выставил свою почку на онлайн-аукционе eBay, и цена до 7,5 миллионов долларов выросла. Пока администрация сайта не удалила этот лот. А вот завещать науке или конкретному пациенту можно. Тут это даже принято. Казалось бы, при таком положении дел проблем с донорскими органами в принципе быть не должно. Но это не так. 116 тысяч американцев ждут сейчас своего донора. И для каждого из них это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Эта клиника при Washington University специализируется на пересадке сердца. Тут и в других подобных центрах делают максимум 2,5 тысячи операций в год. При этом органов, пригодных для трансплантации, не хватает. Из-за этого дефицита 17% пациентов из тех, кто в очереди на пересадку сердца, умирают, так и не дождавшись операции. И решить проблему кардинально могут разве что новые технологии. Вот в исследовательском центре в Харолине 3D принтер на наших глазах печатает уши. Приживаемость стопроцентная, ведь материал – твои собственные стволовые клетки. Из них делают клеточные чернила, а затем напечатать нос или, скажем, роговицу глаза – дело восьми часов. Это кажется фантастикой, но на прошлой неделе в Соединенных Штатах женщине военнослужащей успешно пересадили первое ухо из принтера. В Бельгии никаких отметок на документах не оставят. Вся информация о пациенте есть в общей базе данных для всех больниц. Заполнить анкету с вопросом о донорстве просят даже если вы появляетесь с пустяковой простудой. В Бельгии каждый, кто живет в стране больше полугода – донор по умолчанию. Но врачи все равно должны проверить, есть ли в базе данных отказ или согласие умершего. Если нет, обязаны предупредить родственников, а те имеют право запретить. А вот во Франции родных вообще не спрашивают, говорит парижанка Яланта, которой пересадили почку. С начала 2016 года действует поправка в законе. Врачи просто проверяют в базе данных, нет ли заявления от пациента об отказе. Родственники могут запретить, если успеют. Их ведь не предупреждают. Тем не менее, Бельгия опережает Францию по показателям донорства. Страна в тройке европейских лидеров. Органами делятся даже с соседними странами, которые входят в фонд Евротрансплант. У нас 32 донора на миллион населения. Это много. Все благодаря хорошим законам и правительственным программам. Например, финансируются тренинги для врачей, как сообщить плохие новости семье и разговаривать о донорстве. Также лекции в школах, университетах. Отказывают в донорстве всего 12% родственников, говорит Люк Колленбих. Он координатор по трансплантации органов в одной из клиник. И его непосредственная работа – обзванивать родных погибшего. Мы каждый год шлем открытку на Рождество семье донора. Бывает, через 10 лет они говорят мне, нам так приятно, ведь наши родственники уже не думают об этом. Все время, когда идут переговоры с родственниками, врачи поддерживают орган в живом состоянии. С помощью аппаратов и медикаментов обеспечивают циркуляцию крови. Это может длиться сутки и даже больше. Когда добро на пересадку получено, подключается фонд Евротрансплант. Там решают, куда отправлять органы. После чего задействуют авиацию, вертолеты или самолеты. Ведь дорога каждая минута. И, кстати, операции по трансплантации в Бельгии бесплатны. Все покрывает медстраховка. Пока в Украине о подобном только мечтают. До октября в стране должен заработать координационный центр трансплантации. Там будут сформировать реестры. Удивительно, но центр уже существует 20 лет. Правда, от таблички напоминает лишь вот этот гвоздь. Помещение арендуют, да и в штате людей немало. 19 человек, все. Не все сидят. Тут мы не могли. До реестров тоже руки не дошли. Мол, команды министерства не было. Пока убеждают заняты научной работой. Людина заполняет полностью свои данные. Все эти данные потрапляют в единый реестр реципиентов. Это люди, которые ждут трансплантации органов. Работу штатных сотрудников центра нынче выполняют волонтеры. В их реестре уже полтысячи пациентов. Но без денег и четкого плана ничего не получится. Мы были в Индии, мы видели, как происходит вот эта самодоставка органов. Едет три кареты швидкой допомоги. Потому что, если одна сломается, то орган перекладут в другую. А если другая сломается, то третья обязательно доедет. Но пока в Министерстве здравоохранения только рапортуют о пилотных проектах. И говорят о задумке привлечь купленные вертолеты МВД в качестве санавиации. Сейчас нет в бюджете этих денег. Когда закон будет подписан, мы можем туда поддаваться на изменения к бюджету. Мы уже работаем больше лет на создание реестра на трансплантацию кискового мозга. Закон еще не подписал президент. По самым скромным подсчетам, чтобы наладить процесс понадобится 5 лет. Но медики сомневаются, что работать он будет как следует. Нужно менять отношения людей. Если теоретически при опросе 20% согласны, то когда дойдет до практического подписания чего-то, то будет 10. А когда дойдет еще и до реализации, их будет 5. Как только закон вступит в силу, мы будем подавать поправки к этому закону. Поправка будет самая важная. Это презумпция согласия. Изменится что-то или нет Оксана из Ривны ждать не может. Нет времени. Мамина почка не прижилась. Выход один. Операция за границей. А это почти 70 тысяч долларов. Надеется, что оплатит государство. Из Украины, США и Бельгии. Елена Зорина, Дмитрий Анопченко, Елена Абрамович, Снежана Сидорук, Марьяна Бурякова и Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер. Очередная смерть от ботулизма. И очередная констатация. Лечить таких пациентов у нас нечем. Проблема тянется уже годами. Когда ее наконец решат? И кто должен отвечать за то, что люди гибнут из-за отсутствия в Украине элементарного препарата? Разбиралась любовь кукла. Смертельный яд, который запросто можно купить на рынке. Лотоксин – это самый мощный яд, который существует, биологический яд в природе. Или приготовить на своей кухне. Это Андрей Штаюра. Прошлое лето он не забудет, наверное, никогда. Мужчина едва не умер из-за обычной домашней тушенки. Когда у Андрея диагностировали ботулизм, врачи просто развели руками. Ведь сыворотки в стране не было. Спасали родные. Они лихорадочно искали лекарства. Ведь счет шел на часы. Вы понимаете, что у нас вакцина выпускают в нас, в коллеги Союзе выпускают две державы. Руссия и Белоруссия. То звезды довелось адестовать? Так. Адестовали звезды. По каналу адестовали звезды. Андрею несказанно повезло. Лекарства доставили вовремя. И он выжил. Хотя летом 17-го в Украине ботулизма, спасение от которого – это копеечная сыроватка. Умерли 10 человек. На этой неделе тоже зафиксировали смерть. Погибла женщина в Киеве. Это произошло в воскресенье 27 числа. К нам в Александровскую клиническую больницу в первое инфекционное отделение в 14-20 карета скорой помощи доставила пациентку-киевлянку с клиникой, развернутой клинической картиной ботулизма. Очень тяжелую. Ей оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли. Ведь не было главного – противоядия. И вечером женщина умерла. Она отравилась вяленой рыбой своего же приготовления. Наша пациентка употребляла именно икру, содержимое кишечника. Вот эти вещи, которые чаще всего содержат больше всего токсина. Только с начала этого года ботулизм в Украине диагностировали почти у 30 человек. Двух спасти не удалось. Не прекращается поток больных периодически. Вот, например, сообщение позавчера в Кременчуге целых три человека заболело ботулизмом. Поэтому это заболевание есть и будет, и никуда оно не денется. И во всех странах оно есть. Ботулизм – болезнь без цвета и запаха. Но со вкусом. Вяленые рыбы, тушенки, консервы или даже маринованных грибов. Распознать опасный продукт на глаз невозможно. Ботулотоксин не выдает ничто. Заразишься или нет – вопрос, скорее, везением. Это не эпидемия, это не заболевание, это отруяние. Может, мы должны переглянуть еду, что мы ем. Ну, немного отмазаться от какой-то вяленой рыбы, что мы не знаем, откуда оно пришло на каком-то базаре. Потому что мы можем заболевать. Но пока гастрономические привычки украинцев изменить сложно. И при этом лечить ботулизм в стране нечем. В городе Киеве на Украине вакцин против ботулизма нет. Они не пришли регистрацию. Их нет ни в лечебных учреждениях, ни в аптеках города Киева. Ивана Франковск, инфекционка. Последний раз сыворотку от ботулизма здесь получали два года назад. К счастью, за это время ботулизмом заболели всего два человека. Выжить без сыворотки им вряд ли бы удалось. Министерство сыворотки не дало, потому что на территории Украины министерства сыворотки не было. У нас была резервная остальная, а дозу мы ее использовали. И такая ситуация по всей стране уже четыре года. Все потому, что раньше препарат покупали в России. Но после 2014 прекратили. Альтернативу не нашли. Хотя производство сыворотки от ботулизма достаточно недорогое. Ее добывают из крови лошадей. Подобное производство существует во многих странах, но обеспечивает внутренний рынок. Этот год мы ждем на гуманитарную помощь от других стран. Потому что этот год есть программа. Мы шукаем те сыворотки. Наши международные организации шукают их по свете, чтобы их закупить. Потому что не много стран хочет продавать их. Проблемы вроде бы решают. На днях сыворотка наконец прошла регистрацию. И уже появилась в перечне разрешенных медпрепаратов. Сейчас ситуация выравнивалась. Самое важное, что было, что в Украине просто не зарегистрировано. Раз его не зарегистрировано, а вот не позволено завозить. Если кто-то завез, а мы начинаем ее как лекаря увозить, это порушение законодавства. Сыворотка от ботулизма, как обещают в Минздраве, появится только до конца лета. Но что делать тем, кто заболеет не вовремя? По всей видимости, придется спасаться по уже известному рецептру. Быстро, всеми правдами и неправдами, и за большие деньги доставать вакцину за границей. Любовь Кукла, Сергей Килимник, Галина Якушко, Жанна Тучак, Оксана Алексеева и Александр Кузнецов. Подробности недели. Телеканал Интер. Горячий старт кавказского лета. В Грузии снова протестуют. Чего добиваются на этот раз? Охота на горе родителей. Какие репрессии уже задействованы против злостных неплательщиков алиментов? И какой удар им еще готовит власть? Игра на нервах. Что происходит с подготовкой встречи Трампа и Кима? И встретятся ли лидеры США и Северной Кореи? Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в прямой эфир. Грузия опять протестует. Еще недавно в Тбилиси сотни людей протестовали против полицейских рейдов по ночным клубам, которые сопровождались неоправданным насилием. Но теперь ситуация куда серьезнее. На улицы уже вышли тысячи. Речь зашла даже об отставке правительства. Причина – несправедливое расследование убийства двух подростков. Якобы преступника попытались вывести из-под ответственности. Это дело тянется с декабря 2017 года. Дети погибли в массовой драке между школьниками и, казалось бы, не так уж сложно установить, кто совершил убийство. Но суд в Тбилиси этого сделать не смог. Протестующие считают, судьи вместе со следователями просто помогают отцу одного из подозреваемых, который работает в прокуратуре. Из-за этих волнений уже подал в отставку генеральный прокурор Грузии. А премьер-министра, вышедшего поговорить с недовольными, просто выгнали с митинга. Уходить в отставку по требованию протестующих глава правительства отказался. Грузинское общество никогда не сможет смириться с циничным унижением, которое мы сейчас наблюдаем со стороны нашего правительства. Мы не намерены останавливаться и будем протестовать до самого конца. То есть, пока все виновные в гибели детей не будут наказаны. Ситуация осложняется еще и тем, что сейчас в Грузии предвыборное время. В октябре состоятся президентские выборы и наблюдатели уже говорят, что вот такие протесты могут стать частью предвыборного сценария. Украинцы возвращаются домой из Венгрии после масштабного ДТП. Напомню, десятки наших соотечественников пострадали во время аварии в Будапеште. Восемь человек получили тяжелые травмы. Второй этаж туристического автобуса снесло дорожным ограничителем. Почему произошла авария и сколько потерпевших до сих пор остаются в больницах, знает Марина Коваль. Это была обычная туристическая поездка в Европу. Вечером группа возвращалась в отель с экскурсией по Вене. Но буквально в нескольких километрах от конечной цели на окраине Будапешта автобус врезался в ограничитель высоты. Металлическая рамка буквально срезала верхнюю часть двухэтажного автобуса. На момент аварии в нем находилось 48 пассажиров, все граждане Украины. Пострадали более половины туристов. Четверых пришлось вырезать из груды металла. Их всех сразу госпитализировали. Тех, кому повезло больше, а это преимущественно ехавшие на первом этаже автобуса, отправили в отель. Протягом ночи, наступного дня, ранку, частина людей повернулася уже в отель после отримания первой медической допомоги. Даже такие, у которых были переломы кинцовок, они отримали допомогу, были гипсованы и повернулись в отель. Пять потерпевших до сих пор находятся в военном госпитале Будапешта. Мы пытаемся навестить их вместе с представителем украинской общины в Венгрии. Диаспора решила помочь бывшимся отечественникам. Но в больницу съемочную группу не пускают. Разрешают посетить пациентов только Виктории. У нее документы с печатью украинского посольства. Я вам скажу честно, они сейчас почти все в лежачем. Стан загальный, но говорить, на жаль, не хотят. Они хотят отдохнуть, надается медичная допомога. Главная проблема для украинских пациентов – языковая. Диаспора обещала помочь с переводчиком. Но об аварии туристы помнят мало. Признаются, в момент столкновения почти все спали. К слову, это и спасло людей. Только то, что они спали и были немного в таком наклоне. Потому что много из них порезали и зашивали обличия. То есть, если бы кут был выше, то там было бы жахливее. А вот так выглядит место аварии. Хотя дорогу быстро расчистили для проезда на обочине и сейчас. Осколки стекла и куски пластика. Автобус врезался вот в эту конструкцию. Она ограничивает высоту транспортных средств на дороге. На этом знаке написано, что здесь не проедут машины выше 3 метров 65 сантиметров. Эта дорога находится в 18-м районе Будапешта. Она ведет в аэропорт. И ехать здесь можно с максимальной скоростью 70 км в час. Сотрудник здешней заправки рассказывает, этот ограничитель стоит уже много лет. Ведь впереди низкий мост и сужение дороги. Раньше здесь постоянно были пробки и габаритные машины. И на переправу не могли заехать, и развернуться им было негде. Возле этого ограничителя съезд направо, куда должны ехать габаритные машины. Сначала венгерские полицейские допускали, что авария произошла из-за невнимательности водителя. Ведь предупреждающие знаки установлены в нескольких километрах от конструкции. Но собственница украинской фирмы-перевозчика не согласна с такой версией. Говорит, водитель опытный. И проблема как раз в знаке. Дорожный знак, который находится за 30 метров до шлагбаума, он закрыт и был деревом. Совсем это было 23.30 ночи. Водитель увидел за 2 метра этот знак, 30-тонная машина. Уже даже не было, как тормозит. Дорожные службы не справились. Потерпевшие общаться с прессой не хотят. Только один мужчина согласился дать нам интервью по телефону на условиях анонимности. Писали, что разметка какая-то плохая была. Но я, честно говоря, не думаю, что там должна быть плохая разметка. Потому что там была и разметка, и предупреждающий знак был. Но я не знаю, как это могло стать. Или водитель какой-то, не знаю. Но я без понятия, честно. В общем, условия все были для того, чтобы туда не ехать. Потому что были и разметки, и знаки, и все было. Венгерская полиция передала уголовное дело в прокуратуру. Кто же виновен, украинский водитель или венгерские дорожные службы? Пока не говорят. Пока мы не можем раскрывать детали дела. Тайна следствия. Можем только сказать, что в четверг украинского водителя отпустили домой. Он может вернуться в Украину, но должен будет посещать судебные заседания в Будапеште. Впрочем, это не первая авария на этом месте. В 2006-м в тот же ограничитель высоты въехал сербский туристический автобус. Тогда погибли два человека. А потерпевшие в аварии украинцы пробудут в Будапеште до конца недели. После чего вернутся домой. Как турфирма и фермоперевозчик будут решать вопрос с компенсацией людям, пока неизвестно. Марина Коваль, Юрий Ковалев из Будапешта. Подробности недели. Телеканал Интер. А Киев был взбудоражен новостью об очередном ДТП с участием машины, якобы из кортежа президента. Пострадавший 13-летний мальчик сбит на пешеходном переходе, когда с велосипедом пытался перейти дорогу. Виновник – водитель одной из машин сопровождения. На месте ДТП собрались местные жители – около 50 человек. По факту аварии начато уголовное производство. Так картина событий выглядела вчера вечером. А вот уже к сегодняшнему утру новости изменились. Выяснилось, что машина действительно принадлежит полиции. Но, как теперь утверждается официально, не являлась частью какого-либо кортежа. Водитель опровергает все свидетельства, звучавшие накануне, и утверждает – просто не заметил ребенка, якобы тот слишком быстро выехал на дорогу. Самого пострадавшего мальчика уже дважды прооперировали. Его состояние остается тяжелым. Депутаты возвращаются на работу. Следующая неделя пленарная и, похоже, опять может стать не слишком результативной. До сих пор не ясно, как будет решаться главная интрига с антикоррупционным судом. А ведь пока депутаты не рассмотрят этот вопрос, к другим не смогут даже подступиться. Просто потому, что нужно соблюсти процедуру рассмотрения поправок. А нерешенных вопросов накопилось более чем достаточно. К тому же добавился еще один кадровый по министру финансов Александру Данилюку. В куларах и в СМИ всерьез обсуждается и его возможная отставка. Вот чего все-таки ждать, мы уже буквально через минуту обсудим с Алексеем Гончаренко. Зам.главы фракции Блок Петра Порошенко присоединится с нам на прямом включении. Готовятся к пленарной неделе и в оппозиции. На принятии каких решений будут настаивать? Этот вопрос мы задали Юрию Бойко, лидеру оппозиционного блока. Мы будем настаивать на том, чтобы были приняты законы, которые действительно ждут люди. Это и чернобыльцы. Нельзя о них вспоминать только в годовщину трагедии. Надо постоянно помнить о том, что осталось не так много ликвидаторов аварий и надо их поддержать. Это переселенцы, которых полтора миллиона по стране и которые тоже ждут поддержки государства. Будет продолжаться эпопея с попыткой принятия закона антикоррупционной суде. Причем здесь нет честной позиции остатка правящей коалиции. Публично они высказывают поддержку. На самом деле они этого суда не хотят. Позиция нашей фракции не изменилась. Мы считаем, что выделение отдельно взятого суда и попытка его сделать антикоррупционным и остальные суды оставив нереформированным, это противоречит той судебной реформе, за которую мы голосовали. Все суды должны быть реформированы, а выделение отдельно взятого суда противоречит Конституции о независимости судебной власти. Тем более, что ставить этот суд практически под внешнее управление противоречия Конституции это абсолютно неправильно. Мы считаем, что вся судебная система должна быть реформирована, и за это мы голосовали. И этого самое главное ждут люди. 95% украинских дорог требуют ремонта. За ближайшие 5 лет правительство намерено потратить на восстановление существующих и строительство новых магистралей сумму колоссальную – 300 миллиардов гривен. В этом году впервые выделены деньги на ремонт местных дорог – 11 миллиардов. Впрочем, в украинских реалиях важно не финансирование само по себе, а контроль за выполнением работы потраченными деньгами. Премьер Владимир Гройсман на этой неделе сам инспектировал дорожные работы. 250 километров по украинским дорогам с премьерской ВИП-ревизией. Мы будем ехать с вами по всей дороге. По всей дороге это значит сразу по трем областям – Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой. Там уже второй год капитально ремонтируют трассу М-12. В 2017 на строительство правительство выделило 800 миллионов гривен. В этом году еще 4 миллиарда. Здесь мы едем, сейчас новая дорога сделана. И есть дороги, которые щойно отбываются, строительные процессы и так далее. И качество, прежде всего, темп, он предназначен самым технологичным процессом. Просто я говорю про то, что каждый день должен быть отработан в первую очередь полностью технологично и качественно. Это трасса – стратегическая часть магистрали Гоу-Хайвей, которая должна соединить порты Черного моря и Балтики. Ее строительство планируют закончить в этом году. Зараз транспортная магистрали Гоу-Хайвей, она вот, где полиурала Руська. Такое, что в этом урозе у нас заплановано автомобильная дорога Р-42. Она в шахлевом станет, это какие-то тернопки. Она была просто разбита, разбита руками. О дорогах в Хмельницкой области среди водителей легенды ходили, как о местах, где теряют колеса и разбивают ходовые. Но сейчас здесь масштабные работы. В первую очередь, ремонтируют самые сложные участки. Вы тут роботы? В этом году не заплановано робит. А с ВИЦ до Хмельницкого? Да, до Хмельницкого. А почему вы не заплановали? Почему не заплановали? Потому что самая складная делянка, самая витевцев до Хмельницкого. Тут всего 52 поворота в плане. Я всю дорогу доброе знаю. Да. Самая складная делянка и самая наиболее она была сруйнована. Старые, не знавшие ремонта в дороге, в последние годы добивают фуры. Но в этом году с перевесом будут бороться жестче. Мы купили 78 комплексов, расставили их сейчас по всей краине и будем далее жестко реагировать на это. Я запропонувал украинскому парламенту, чтобы мы разъявили возможность штрафовать не только тех, кто перевозит, а и тех, кто навантаживает. И хотя в правительстве не берутся прогнозировать, сколько в этом году сделают автодорог, однако заявили, что это будет не менее 2000 километров. На это выделили 47 миллиардов гривен. Для строительства дорог привлекают преимущественно отечественные компании. И людям работа, и бюджетные деньги остаются в стране. Это же касается и других промышленных отраслей. Более 50 новых производств сегодня строятся в Украине. Мы потребуем большей рабочей силы. Мы все понимаем эту проблему. И я считаю, что будут высшие заработные платы. Будет качественный государственный сервис и послуги в области, в медицине. Дороги будут качественные. Люди будут себя более комфортно чувствовать. Они не будут шукать доли где-то в других странах, а будут остаться в Украине. А вот насколько быстро и качественно ремонтируют дороги в областях, зависит только от местных властей. Ведь деньги из казны выделены. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности недели, телеканал Интер. Воровать на дорогах, да и в других отраслях у нас, возможно, будут меньше после создания антикоррупционного суда. Уже несколько месяцев народные депутаты обещают, что вот-вот создадут этот важный для страны орган. Последний дедлайн назначен на следующую неделю. Дойдет ли до выполнения этого обещания, спросим у замглавы крупнейшей фракции парламенте Блока Петра Порошенко, Алексея Гончаренко. Он с нами на связи. Здравствуйте, Алексей. Вот смотрите. И сами депутаты, и эксперты утверждают, что законопроект об антикоррупционном суде может быть принят только в четверг следующей неделе. Я правильно понимаю, что вся неделя в парламенте у вас может быть фактически заблокирована только этим рассмотрением? Или все-таки дойдут руки до других вопросов? У нас еще осталось 600 поправок по антикоррупционному суду. Очень сложно прогнозировать, сколько это займет времени, но к четвергу мы это точно закончим. И поэтому в четверг сможем голосовать законопроект об антикоррупционном суде в целом. Что касается других законопроектов, тут уже с какой скоростью парламент рассмотрит оставшиеся правки и закон об антикоррупционном суде. Я бы все-таки говорил о главном, а главное сегодня именно этот закон об антикоррупционном суде. И следующая неделя должна стать антикоррупционно-судебной. Алексей, а вот не получится ли вот так, что за антикоррупционный суд в последний момент все-таки голосов не хватит? Вот по вашим ощущениям, каким может быть итоговый результат во время голосования? Знаете, гадать на кофейной гуще или быть в роли Нострадамуса я не хочу. Могу сказать, что сегодня в Одессе, только что вот мы проводили президента Украины, он был с рабочим визитом в Одессе. Президент говорил о том, что нам абсолютно необходим антикоррупционный суд. Наша фракция Блока Петра Порошенко собирается поддерживать этот закон. Мне кажется, что есть высокие шансы на принятие этого закона. Хорошо. Следующий вопрос у меня касается многострадального законопроекта о национальной безопасности. Его уже как минимум зимы обсуждают, но вот рассмотрение в зале так и не началось. На этой неделе наконец могут заняться этой темой или нет? Я думаю, что на следующей неделе каких-то серьезных крупных законопроектов, кроме тот, который мы с вами обсудили, вряд ли мы сможем просмотреть и принять. Думаю, что все-таки начать нам необходимо с этой системной коррупционной реформы. После этого у парламента до каникул будет еще несколько сессионных недель. И у нас будет возможность рассмотреть и закон о национальной безопасности. Ну, Алексей, давайте еще обсудим последние политические сплетни. На этой неделе активно обсуждаются кадровые вопросы. Появился еще один якобы претендент на вылет из Кабмина, Александр Данилюк, министр финансов. Его отставка возможна или это просто спекуляции? Как вы считаете? Если будет заявление Данилюка об отставке, то я не вижу смысла человека держать. В то же время я пока такого заявления не видел. Представление премьер-министра об отставке Данилюка я тоже не видел. Поэтому сегодня говорить очень рано. И я хочу напомнить, что у нас уже есть несколько министров. В частности, министр аграрной политики и министр информационной политики, которые написали заявление об отставке уже достаточно длительный период назад, там около года. И до сих пор эти заявления парламентом не рассмотрены. Спасибо вам за участие в программе. Алексей Гончаренко, замглавы фракции блока Петра Порошенко, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам. Трассу Одесса-Рени наконец-то довели до ума. Долгие годы эту дорогу можно было назвать скорее направлением. Вот настолько плохим было это дорожное покрытие. Президент Украины Петр Порошенко сегодня участвовал в открытии мостового перехода на этой трассе. Мест, який тут був, був побудований за пять роков до моего народжения. Это тут очень недалеко, меньше 200 км. В 1960 году и в 2013 году был аварийный и заборонен до эксплуатации. Это не просто город, который ведет дорогу с Одессы до Лени. Это весь певдень Одесской области, весь певдень Украины. Мы, несмотря на сложности, нашли модель. Это эффективно решили. И сегодня этот мост ширше. Этот мост выше. Этот мост набагато надежнее. И этот мост будет стоять уже не 58 лет. А мы уверены, что мова будет идти, вымириваться, будет надеянность в сотню лет. А еще из интересного. Президент во время визита в Одесскую область своим решением уволил главу одной из районных администраций. Чиновник блокировал крупный инвестиционный проект в энергетике, причем больше полугода. В Татарбонарском районе, на Одессе, предпочиталось еще в грудь прошлого года передать в оренду земельную отделение инвесторов под строительство объектов альтернативной энергетики, построить солнечную электростанцию. Сегодня, через полгода, предприятие не то, что не начало строительной работы, оно даже землю в оренду не получило. Друзья мои, если чиновники на местах позволяют себе утворить перешкоды инвесторам в угоду, мы с вами понимаем, каким интересом, уверены в том, что реакция влады должна быть жесткой. Именно поэтому хочу вас проинформировать, что именно сегодня, за подданием главы областной администрации, подписал распоряджение про освобождение главы Татарбонарской районы и государственной администрации. И нехай это будет пример для всех, что Украина изменится. Ставления для инвесторов изменятся. Масштабное торговое противостояние все-таки разворачивается между США и ближайшими союзниками и соседями, Евросоюзом, Канадой и Мексикой. Дональд Трамп не отказался от идеи ввести пошлины на заграничную сталь и алюминий. Считает, что так он защитит американскую промышленность. Важная деталь. Ощутить выгоду от таких мер должны как раз те американцы, которые принесли Трампу победу на выборах. То есть жители так называемого ржавого пояса США. Штатов, в которых сосредоточена американская металлургия. О введении пошлин было объявлено еще в марте. До последнего и в Европе, и в других странах надеялись, что окончательное решение принято не будет. Но вот теперь все-таки на сталь в Америке пошлина плюс 25 процентов, на алюминий плюс 10. Впрочем, если в краткосрочной перспективе американцы действительно могут получить дополнительную прибыль, в будущем европейцы и канадцы обещают отыграться. Новые пошлины союзники США называют оскорбительными. Раскритиковали их и в МВФ. И Европа, и Канада готовят ответные меры на американские товары от одежды до мотоциклов. Главный комментарий на сегодня я цитирую главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкира. Это черный день для мировой торговли. Эти тарифы абсолютно неприемлемы. Американская администрация приняла решение, которое повлечет за собой, к большому сожалению, введение ответных мер с нашей стороны. Было бы гораздо лучше, если бы мы продолжали тесное сотрудничество, осознавая, что нет в мире двух других таких государств, экономики которых настолько взаимосвязаны и взаимовыгодны, как Канада и Соединенные Штаты. Европейский союз не находится в состоянии войны с кем-либо. ЕС это мирный проект, в том числе в сфере торговли. Мы верим в глобальную, свободную, справедливую торговлю и будем продолжать это делать. Однако Европейский союз должен защищать свои интересы. Наши ответные меры будут соразмерными, разумными и полностью соответствовать нормам ВТО. Ким Чин Ын все-таки готов договариваться с американцами. Риторику опять смягчил. Свою делегацию на переговоры с южанами отправил. В Нью-Йорке высокопоставленного северокорейского чиновника принимал и госсекретарь США Майк Помпео. А еще хозяин Северной Кореи написал письмо Дональду Трампу и явно в ответ на недавнее послание от американского президента. Что сказано в этом документе и ждать ли все-таки исторической встречи между Кимом и Трампом, выяснял Дмитрий Анопченко. Возможно, именно сегодня мы получим все ответы, заволновалась пресса. Ведь в пятницу делегация из КНДР пообещала привезти в Вашингтон личное послание Дональду Трампу от Ким Чин Ын. Его содержание для чиновников американской администрации и даже для всезнающей разведки было тайной. Команда советников подготовила для Трампа несколько вариантов заявлений в зависимости от того, что именно написал северокорейский диктатор. Просит все же провести саммит в Сингапуре или сообщит, что передумал и ехать не собирается. Как примут высокопоставленных курьеров из Пхьяна? С распростертыми объятиями или подчеркнуто холодно, чтобы понять это все, ждали расписания Трампа на сегодняшний день. Журналисты, освещающие работу президента и я в том числе, получаем ее каждый вечер из Белого дома. Так вот, посмотрите, в пятничном графике Дональда Трампа встреча с посланниками Кима не запланирована. Тут есть и церемония в штаб-квартире береговой охраны. Вот она утром и встреча с Майком Помпео и вылет главы государства в резиденцию в Кэмп Дэвиде. Но для корейцев времени не нашли, как бы намекая, оставляете письмо, почитаем. В то, что КНДР в итоге пойдет на уступки и согласится избавиться от ядерного оружия, в Вашингтоне по-прежнему верят. По крайней мере, об этом сказал журналистам госсекретарь США. Похоже, Помпео и Трамп в этой игре разделили роли. Президент злой полицейский, тон его заявлений жесткий, а вот глава госдепа наоборот. В каждой речи выражает надежду на мудрость Кима и говорит о единственной в мире возможности изменить курс. Сработает ли эта тактика? Удастся ли провести сингапурский саммит или все-таки он сорвется? Рассуждая об этом, все забывают, что может быть и третий вариант. Переговоры пройдут, но безрезультатно. Страховку на этот случай уже прорабатывают, что называется, готовят почву. Дональд Трамп недавно бросил журналистам фразу, мол, не факт, что мы все успеем, за одну встречу. И тут же, отходя от написанного спичрайтерами текста, бросил в сердцах, ну а может и ни одной не будет. От этой неопределенности и страна устала, и президент устал. Встречу с Кимом так долго превозносили, как чуть ли не единственный способ решить корейскую проблему, что Трамп сейчас и сам в плену завышенных ожиданий. По неофициальной информации из Белого дома, его советники предлагают не растягивать удовольствие, организовывая раунд за раундом, а вообще не ехать, если будут хоть малейшие сомнения, что встреча может оказаться провальной. Отмена хоть и ударит по рейтингу, но затягивание, а еще хуже того, провал, разрушили бы и авторитет Трампа внутри страны, и репутацию суперпереговорщика за ее пределами. Так что все, конечно, очень хрупко, все может поменяться. Но на данный момент план таков. Президент вылетит в Канаду на саммит Большой Семерки и там уже окончательно определится. А вот каков дальнейший маршрут борта номер один? В Сингапур или все-таки обратно в Вашингтон? Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Впервые за 9 лет в Пхеньяне побывал министр иностранных дел России. Сергей Лавров встретился со своим северокорейским коллегой и, конечно, с Ким Чен Ыном. Пригласил его посетить Россию. В свою очередь, Ким Чен Ын предложил провести саммит с Владимиром Путиным, но чтобы не ограничиваться только Трампом. Так что, похоже, северокорейский лидер вошел во вкус международной политики и хочет расширять свои контакты с лидерами других государств. Еще недавно он вообще не выезжал за пределы своего государства и встреча с главой Китая Си Цзиньпином в марте этого года стала для него дебютом. Об этом преступлении говорили даже на совбезе ООН, а украинский МИД напрямую обвинил в этом Россию. На нынешней неделе боевики из запрещенного оружия крупного калибра обстреляли пригород Торецка. Одна из мин разорвалась во дворе жилого дома. Погибла школьница Даша Казимирова. Ей только исполнилось 15. В родном городе девочки объявлен траур. О трагедии, которая потрясла всех. Игорь Левенок. Школа номер семь Торецка. Конец учебного года. Но торжественной линейки тут не будет. Во всем городе траур. На школьном дворе прощаются с девятиклассницей Дарьей Казимировой. Для учениц звучит последний звонок. ЗВОНОК Игорь Левенок. Училась на отлично. Занималась танцами и рисованием. В канун выпускного, как любая девочка, она мечтала о красивом платье. Но в один миг ее жизнь оборвалась. Дарья погибла от взрыва вражеской мины. Трагедия случилась в поселке Железное. Это пригород Торецка. В нескольких километрах к северу от оккупированной Горловки. В полдень 25 мая во двор жилого дома прилетела мина калибром 120 мм. Она разорвалась рядом с Дашей, не оставив ей ни единого шанса. Ребенок пошел в туалет. И пожалуйста. Только присела и пожалуйста. Оно взорвалось буквально полтора часа. Метра два от туалета. Представьте, что с ребенком. Последний месяц учебы Даша жила у бабушки с дедушкой. Пешком ходила в городскую школу. Готовилась к экзаменам. Пенсионеры говорят, раньше мины и снаряды сюда не прилетали. Какие тут боевые действия? Вот южная, да. Там что-то было. Вот оно где. Там стоят люди где-то. Я не знаю, но в той стороне стоят солдаты. Там, пожалуйста, между собой стреляйтесь. Причем лишители. Тревожный звонок прозвучал накануне. Вечером в огороде разорвалась первая мина. Утром внучку хотели отправить в город. Но Даша попросила остаться до полудня, чтобы приготовить обед. Даша готовила кушать. Там в доме была. Я ночью пытался стекло поставить в доме. Взрыв. Пыль, дым. Подхожу сюда, думаю, о, туалет мне поломало. Чуть ли не завалило дверь. Приоткрываю, а она лежит там в ножке. Все. Армейцы установили. Поселок Железное обстреляли из временно оккупированной Горловки. Возвращая на характер как раз этого пролету было четко вызначено, что працювали не с отстаней. Там километр и полтора, где находится наиближняя позиция. А именно с отстаней – понад три километра. Такая отстань отвечает, где находится шахта имени Гагарина. Вот она – шахта имени Гагарина. Это видео, снятое нашим дроном. Отсюда до поселка Железное – три с половиной километра. Вокруг шахты камера фиксирует укрепления боевиков. Окопы, блиндажи и капониры для техники. Наемники тоже попали в объектив. В Генпрокуратуре уже обнародовали расшифровку радиоперехвата оккупантов после обстрела Железного. Где-то Железное, где там у них Железное какая-то. У девочки был день рождения. 25 числа 15 лет исполнилось. Наводчики все, они же могут точно навести. Наводят же поэтому. Но дитё погибло, жалко. Наши военные не скрывают. В двух километрах от Железного они оттеснили боевиков. Наши армейцы взяли под контроль соседний поселок Южное. Это уже пригород Горловки. Сейчас в этом районе ожесточенные бои. Противник в панике бьет со всех стволов. Часто открывает хаотичный огонь по мирным людям. Каждый такой обстрел в мирное население не залишься без камер. О смерти 15-летней Дарьи Казимировой сообщили на заседании Совета безопасности ООН. Глава МИДа Павел Климкин обвинил в этом преступлении Россию. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности недели телеканал Интер. Президент Украины Пётр Порошенко встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Это первый визит Мааса в нашу страну. Тема переговоров очевидна. Ситуация на Донбассе. Возможность размещения миротворцев и выполнения минских соглашений. Ну а затем министр иностранных дел Германии отправился в Донецкую область. Сопровождал его Павел Климкин, министр иностранных дел Украины. Во время пресс-конференции Мааса и Климкина в Мариуполе наконец прозвучала и дата ближайших переговоров в нормандском формате. Видимо, после 16 месяцев паузы в работе нормандского формата стороны наконец согласовали ряд вопросов для переговоров. Чрезвычайно важно, что назначена следующая встреча в нормандском формате. Она состоится 11 июня в Берлине. И на ней будет обсуждаться новая тема – введение миротворческой миссии на Донбасс. Каждый из участников встречи должен будет внести свой вклад. Для жителей этого региона важно, что продолжается политический процесс. Это необходимо для решения конфликта. Спасти Олега Сенцова пытается сегодня без преувеличения весь мир. Глобальная акция «Сейв Олег Сенцов» прошла в городах на нескольких континентах. В Канаде, США, Франции, Германии, Британии. Конечно, люди вышли и на улицы украинских городов. Требования очень простые. Освободить самого Сенцова и всех украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах. А это больше 60 человек. Сенцов голодает уже 19-й день. И его состояние ухудшается с каждым днем. Даже начали крошиться зубы. Тем не менее, прекращать голодовку он отказывается. Говорит, что все обдумал и решил идти до конца. А накануне голодовку солидарности с Сенцовым объявил и Александр Кольченко. Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Темные времена для злостных неплательщиков алиментов. Их не пускают за границу. Арестовывают имущество и заставляют подметать улицы. И так уже полгода с момента вступления в силу закона, который ужесточил наказание для должников. Минюсти не скрывают радости. И подсчитывают количество денег, которые неплательщики вернули своим детям. Говорят, многие даже заплатили алименты наперед. Вот только сами алименщики просят нести поправки в закон. Чтобы приструнить бывших жен. Как именно, Евгения Коваленко расскажет. Война с алименщиками в самом разгаре. Арестованы все мои карты. С начала года с неплательщиков взыскали почти полтора миллиарда гривен. После ужесточения наказания за отказ содержать своих детей. Должников внесли в публичный реестр. Запретили выезжать за границу, арестовали имущество и начали отправлять на общественные работы. Рубать, косить, копать, сопать. Кое-кто так испугался нового закона, что побежал на опережение. Шоумен Антин Мухарский выехал в Европу еще в середине февраля. Правда, на днях вернулся на родину. Его имущество арестовали из-за долга в 400 тысяч гривен. Все потому, что Антин со своей бывшей супругой Снежаной никак не могут решить денежно-детский вопрос. А вот Максим ни от кого не скрывается. Он уже 7 лет в разводе и больше трех не платит алименты. С тех пор, как ему запретили видеться с сыном. Говорит, сперва полюбовно договорился с бывшей, что будет обеспечивать ребенка, но не официально. Когда я ей объяснил, что ребенок в данный момент получает намного больше, чем я буду просто ему перечислять по закону какие-то копейки. Ну что она сказала, хорошо, я забираю заявление обратно. Но экс-супруга все-таки подала в суд на взыскание алиментов. Это было 6 лет назад. Максим уверяет, что даже не подозревал об этом. А за это время накопилось более 260 тысяч гривен долга. Когда подавая на меня в суды, на алименты и все, они всегда указывали тот адрес, где я не проживаю фактически с 2011 года. То есть и все какие-то уведомления, повестки, я о них просто не мог знать. Если бы я хотя бы об этом знал, я не знаю, я бы завел определенную карту на ребенка. Доказать, что он обеспечивал ребенка невозможно, ведь чеки не сохранились. Долг Максим не выплатил, поэтому его имущество и счета арестовали. Я хочу пойти в суд и подать заявление о том, чтобы пересматривали это дело. Если Максим не выплатит долг, его имущество могут продать на аукционе. А вырученные деньги отдадут ребенку. Сейчас таких должников в Украине около 200 тысяч. Все они в электронном реестре. Это те, кто должен более чем за три месяца. Субы боргов достигали более 100 тысяч гривен на одну дитину. Некоторые борожники ухилялись от зарплаты алиментов по 5, 7, 15 лет. Абсолютный рекорд – это борг более 17 лет, почти 18 лет. Злостных алиментщиков заносят в базы данных погранслужбы. Это значит, что выезд из страны должнику закрыт. И не важно, это командировка или туристический вояж. «Понад 1100 – это те граждане Украины, которых мы не пропустили на выезд из Украины». Такие ограничения на алиментщиков подействовали. И они бросились отдавать долги. «Понад 50 тысяч полностью платили все деньги. Деякие заплатили наперед». Почти 6 лет бывший муж Ольги, экс-министр агрополитики Игорь Швайка, не платил алименты на двоих детей. На каждого всего по 600 гривен в месяц. Ольга пыталась вытребовать задолженность, но в исполнительной службе не хватало рычагов давления. «Подавались справки о том, что доходов вообще не существует за последние годы». И такая же ситуация была у другой, тоже бывшей его жены, говорит Ольга. Но потом все поменялось. «Буквально в течение месяца после принятия этого закона у папы нашлись деньги. И были погашены долги по двум исполнительным производствам, то есть по двум женам за троих своих деток». И это при том, что размер его доходов никак не изменился, говорит Ольга. Теперь бывшие жены экс-нардепа объединились и хотят подписать с ним мировое соглашение о досрочной выплате всех алиментов. Пока ждут ответа. Одного месяца не хватает Тарасу, чтобы попасть в общий список неплательщиков алиментов. Уже два месяца он не дает деньги на сыновей. Потому что уверен, бывшая жена тратит их не на детей, а на судебные иски. Той отец, который выполняет свои обязательства, обеспечивает дитину и, кроме алиментов, оплачивает отдых. То есть несет поточные дополнительные выплаты. Все равно на него подают до суду. Сразу после развода Тарас добровольно оплатил каждый месяц по 2000 гривен. Теперь экс-супруга хочет вдвое больше. При этом не позволяет воспитывать детей. Поэтому отцы требуют внести изменения в закон. Проблема в том, что десятки тысяч украинских детей не могут побачить своих батьков, потому что в Украине нет процедуры выполнения решений судов по участию в виховании. Другая вещь. Не впровадила процедуру переверки целевого использования алиментов. Третья сутчевая ошибка – это то, что государство обеспечивает ряд обороны, но государство не впровадила новые процедуры сообщения родителей Украины. В Минюсте заверили – изменения будут. В парламенте уже рассматривают новые санкции против должников. Хотят увеличить минимальный размер алиментов. Сейчас это 900 гривен. Также сумма долга может возрастать автоматически. А за уклонение от общественных работ – уголовная ответственность. Это все в перспективе, если законопроект поддержат. Должников по алиментам без имущества и официального трудоустройства отправляют на общественные работы. Теперь злостные алиментщики свои долги должны искупать с метлой в руках. Такое наказание для тех, кто не перечислял деньги своим детям минимум полгода. Всего в Украине уже более 16 тысяч отцов-должников отправили долги отрабатывать. В столице алиментщики будут трудиться на коммунальных предприятиях. Там рабочих рук всегда не хватает. Виталий работает в этом дворе каждое утро уже третий день и так еще полтора месяца. Отрабатывает 70 тысяч гривен долга. После уборки двора Виталий спешит на основную работу – курьером. Ведь нужно обеспечивать еще одного ребенка от нового брака и возвращать долг. Евгения Коваленко, Светлана Шекера, Ольга Паломарюк, Ирина Дьяченко, Василий Миновщиков и Олег Невидомский. Подробности недели – телеканал «Интер». Сегодня в День защиты детей в Киеве состоялся международный форум муниципалитетов, дружественных по отношению к детям. Согласитесь, звучит необычно, но это мероприятие проводится под эгидой Детского фонда ООН, другое название – ЮНИСЕФ. Главная задача форума – реализовать и в нашей стране одноименную инициативу ЮНИСЕФ, участниками которой уже стали более семи сотен муниципалитетов по всему миру. На форуме побывали премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко. Представители власти пообещали увеличивать финансирование проектов, ориентированных на детей. И много других идей, которые мы будем проводить вместе. Но очень важно, чтобы программа «Место дружное для детей и молодых» была абсолютно живой. Нам не нужно формализм, нам нужно сделать так, чтобы действительно средство изменилось. Если мы хотим достигнуть успеха в качестве жизни в городе, то я хочу сказать, что дети – это как раз самый высший уровень досконалости. Если мы для детей створим на уровне наших громад условий, то я точно могу сказать, что люди и взрослые, и люди похилого века однозначно будут жить в прекрасных и качественных условиях. Мы имеем планы и реализуем, и нам есть чем свидетельствовать, что уже сделано. Все программы, которые касаются детей, полностью поддерживаем, понимая, насколько это важно. Мы можем не иметь результат сегодня, но этот результат – край важный и для города, и для страны в будущем. Новый герой Французской Республики, мигрант, который еще недавно жил в маленькой комнатушке в общежитии для нелегалов, теперь самый желанный гость и в президентской резиденции, и на телеэфирах. Что изменило его жизнь, смотрите далее. Молодой парень в легкой рубашке заметно нервничает, потирает глаза, уши, руки. 22-летний малиец, нелегал, вдруг оказался в Елисейском дворце. С ним лично беседует президент Французской Республики. Под прицелом десятка телекамер. Мамудуга сама рассказывает Эмманелю Макрону, как спас ребенка в Париже. Я не думал дважды. Полез и, слава Богу, Господь мне помог. Чем выше я поднимался, тем большую решимость ощущал. Все случилось очень быстро. А что ребенок? Плакал, он повредил ногу. Вы виделись после этого? Да. Это случилось вечером в прошлую субботу. 18-й округ Парижа. Гасама проходил мимо многоэтажки, когда увидел толпу. Все смотрели вверх. На балконе пятого этажа беспомощно висел маленький ребенок. Следующая минута в жизни Малийца стала судьбоносной. Без колебаний и какой-либо страховки он бросился на помощь. Уникальные кадры облетели весь мир. Мамуду Гасаму назвали спайдерменом. И уже в понедельник его принимал президент. Вручил медаль за мужество, грамоту, дарвал вид на жительство и устроил на работу, в спасательную службу. Парню лично звонил президент Мали. Благодарил за защиту чести всей страны. А мэр Парижа за спасение маленькой жизни. Я рада за этого молодого человека. Мне кажется, это был естественный поступок. Он не знал, чем все обернется. Хорошо, что его наградили. Настоящий герой. Ни секунды не медлил. Взял и полез. Представляете себе эту картину? Там еще были такие прутья, он мог на них напороться. А ребенок держался одной рукой. Страшно было на это смотреть. Спустя несколько дней французские СМИ сообщили подробности инцидента. Малыш попал в беду, когда остался один дома. Родители мальчика живут порознь. И мама временно оставила ребенка с отцом. Тот вышел в магазин. А по дороге назад задержался. Играл в Pokemon Go. Малыш выпал с седьмого этажа и чудом зацепился за балкон на пятом. Теперь мальчик на попечении соцслужб. Мужчину арестовали. Ему грозит два года тюрьмы. А маму Дугасаме гарантировано место в истории. За самый быстрый и самый героический способ легализироваться в Европе. Уникальная природа этого поступка оправдывает исключительность нашего решения. Я неоднократно повторял. Быть французом – это предназначение, которое требует преданности. И он свою преданность доказал. Я рад, потому что впервые в жизни мне так повезло. Все так просто. Я счастлив. Спасибо. Ко всему Гасама стал еще и почетным гражданином Монтрея, восточного пригорода Парижа. Еще неделю назад он спал там на полу, в тесной комнатушке общежития для нелегалов, которую делил с родственниками. Мы чрезвычайно горды. Гасама всем показал, насколько он мужественный. Стал примером для нас. Мы его любим и рады за него. Вот только и любви, и радости до недавнего времени в жизни Гасамы было мало. В любой момент его могли депортировать. Путь молиться в Европу начался еще в 2013-м, когда 17-летний парень покинул родную деревню Ягене. Преодолев пустыню и Средиземное море, попал в Италию. Со второго раза. Сначала его лодку развернула береговая охрана. И только в сентябре прошлого года Гасама оказался в Париже, где жил его брат. Перебивался заработками на стройке и даже не подавал прошение об убежище. Мамуду получил все, что ему было нужно. Спасибо, господин президент. Отличная работа. На фоне невероятной истории Мамуду Гасамы пресса вспомнила о другом алице, который тоже получил гражданство за героизм. В январе 2015-го в Париже во время нападения террориста на супермаркет нелегал Ласана Батили прятал заложников в отключенной морозильной. Камере. Тогда от рук джихадиста погибли четыре человека. Батили спас шестерых. Я тогда ни о чем не думал, просто действовал. Я не спрашивал, кто они, христиане, иудеи или мусульмане. Для меня они были просто посетителями, заложниками в опасности. В прошлом году во Франции подали прошение об убежище более 100 тысяч мигрантов, и только около трети из них получили положительный ответ. История народного героя Мамуду Гасамы не только стала топ-новостью, но и оживила дискуссию. Как раз тот момент, когда в парламенте Франции обсуждают законопроект об ускорении депортации трудовых мигрантов и нелегалов. Ирина Иванова, подробности недели, телеканал Интер. Удивительная новость из Афганистана. Там найден советский военный летчик, который считался пропавшим без вести больше 30 лет. Еще в 1987 году его самолет был сбит, а сам он попал в плен. И все эти годы находился или в труднодоступных районах Афганистана, или в соседнем Пакистане, где как раз и располагались лагеря для советских военнопленных. Зовут его Сергей Пантелюк, год рождения 1962. Известно, что он уже хочет вернуться домой, переговоры об этом с афганскими дипломатами ведутся. Ну что ж, возможно, новые подробности этой истории появятся уже на следующей неделе. И я обязательно расскажу вам их в следующую пятницу. На сегодня все. Спасибо, что смотрели и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова